Давайте поговорим про мою постоянную коллекцию, про мёд и дёготь. Мёд и дёготь – это аромат из оранжевой, тёплой и пряной группы. Что это за группы такие? Значит, это я все свои 20, я всё время путаю, сколько осталось, 25-27 ароматов в своей постоянной коллекции, поделила на несколько разных коллекций, чтобы было легче как-то в них ориентироваться. Коллекции такие. Есть тёплые, пряные, специевые. У них оранжевая этикеточка, мёд и дёготь из них. Они про ваниль, про что-то такое кашемировое, шёлковое, обнимающее, тёплое. Есть зелёные этикеточки – это пейзажная группа. Это про запах леса, моря. В общем, что-то, какой-то такой приятный пейзаж, в котором нет людей, и это вас радует. Есть ещё синими такими, сине-фиолетовыми этикеточками. Это называется готическая группа. В готической группе страшные сказки. Кладбища, заброшенные замки, принцесса спит в зарослих шиповниках. В общем, всякое такое. Пачули, подвальчики, дома с привидениями – это всё готик. И есть ещё последняя кожная коллекция. Она обычно с серыми этикеточками. Серые этикеточки говорят нам про ароматы кожи. Это очень традиционная тема для парфюмерии. Перчатки. Сёдла. Вообще занятие верховной ездой. Да, у меня есть там, например, «Казак молодой». Очень тоже такая тема. Кожа плюс цветы. Это такие ретро-ароматы. Ароматы улдскульные, плотные. Да, они пахнут кожей. Много есть людей, которые это любят. Больше, чем кажется, если вы никогда в этом не забывались. Итак, мёд и дёготь. В общем-то, он находится… Я даже сомневалась, куда его определить. В кожаную коллекцию или в коллекцию тёплые окутывающие. Всё-таки поместила в тёплые окутывающие, потому что он больше согревающий, чем дегтярный. Хотя вместе с тем в нём, конечно, дёготь тоже есть. Значит, я ищу секунду организационной информации. Все мои духи постоянной коллекции присутствуют в двух формах. В форме духов – это вот такие пробирочки или флакончики 6 мл. Так вот они выглядят. Их просто вот прикладываешь к запястью и наносишь духи. Или есть флакончик Eau de Parfum. Такой парфюмерная вода со спреем. Он есть в полном флаконе. Сейчас секундочку покажу, как выглядит. На всё не хватает места на столе. Выглядит вот так. Это, правда, старо, но вы видите. Можно, значит, шикать. 10 мл. Итак, про что аромат мёда дёготь и почему он именно такой, почему он именно так называется. Вообще, название ароматов я же начинала очень давно. И мёда дёготь, кстати, один из первых моих ароматов. Наверное, старше его постоянной коллекции только тёмная сторона богини. Потому что тёмную сторону богини вообще сделала, по-моему, страшно сказать, в 2005 году. То есть она типа 20 лет на рынке. Мёда дёготь, по-моему, 2007 или 2008. И тогда я не думала, что у меня будет большой, хоть какой-нибудь бренд. Я просто делала аромат для собственного удовольствия и для маленькой-маленькой группы единомышленников и ценителей. Поэтому аромат название выбирала совершенно наобум. Вот этот вот «Казак молодой». Коллекция у меня тоже выросла абсолютно вот так органически. То есть я, как в песне, просто пыталась растить свой сад и не портить прекрасный вид. Поэтому такое всё несколько разрозненное. Но, тем не менее, люди обожают мёда дёготь. И он остаётся в моей постоянной коллекции. Я его не собираюсь снимать. И это тот аромат, которому вот тоже очень много лет. 17 лет или сколько там. С лохом и сосным счётом. И я бы в нём сейчас ничего бы не изменила. Оставила бы всё ровно так, как есть. Есть у меня ароматы, которые, я думаю, вот ревенч, например. Но я, кстати, снимать его собираюсь. Вот сейчас бы, наверное, по-другому. Я немножечко бы перекомпоновала бы, переделала. Нет, мёд и дёготь хорош. Такой, какой он есть. И его название, собственно, говорит практически всё о том, что это такое. Это та самая ложка дёгтя бочки мёда. И это аромат про путешествия. С одной стороны, про путешествия дальней страны, потому что это тоже такая копчёная корабельная смолистая древесина. Это экзотические специи. Это тепло и жар южного солнца, который очень сконцентрирован и укутан, как такими, как вот оборчи сжимают бочки, так вот дёготь сжимает все эти страстные, тёплые, яркие специи, и ароматы в такую плотную-плотную шубу. Мёд и дёготь, с другой стороны, можно нафантазировать, конечно, ему такой совершенно среднерусский пейзаж, как пчеловод какой-нибудь окуривает свои ульи, или ему там мёд уже собран, и вот он тоже пахнет. Мёда как такового сладости медовой здесь, пожалуй, я бы сказала, что не очень много. Ну, я вообще просто не понадоб сладких ароматов, поэтому у меня мёд – это такой копчёный мёд. С третьей стороны, узнаете, на что страшно похож? Он похож на след в бокале после какого-нибудь островного виски шотландского. То есть вот эти вот запах богов тонка, который очень похож кумаринчик на запах дубовых бочек, запах с тёплой смолы, такой тёплой шерсти, сладкой в хорошем смысле. Печенья, сдобы, сухой, наверное, такой сдобы, орехов, сухофруктов и дёготь-дёготь-дёготь-дёготь, то есть такой копчёный солод. И кто-то в отзывах написал, что этот аромат похож на такого горячего шотландского горца, который всё время, значит, по самой крае килта в каких-то холодных горных ручах. У него горячая голова, потому что он всё время за бутылкой виски ходит. Мне кажется, в принципе, что-то похожее в этом есть. Брутальный у него характер. То есть я бы не сказала, что этот аромат какой-нибудь симпатичненький или очень женственный. Обожаю этого женщину, тем не менее, носить. И я их понимаю, я тоже очень люблю. Можно, конечно, отнести его к таким зимним ароматам, но вообще он просто на любую погоду, в которой вы хотите почувствовать себя объятым чем-то большим, сильным. И, как знаете, это шутка, что проблема русских в том, что все думают, что у вас есть медведь, а у вас нет медведя. Вот мёд и дёбать – это такой медведь в кармане. Вы чувствуете, что он за вами стоит, и он как-то он за вас. Вот прям нормально можно себя чувствовать абсолютно спокойно. Очень сильный. Сильный не в смысле, что у него дальнобойность большая или какой-то особо выдающийся шлейф. Нет, конечно, поскольку я работаю в жанре натуральной парфюмерии, никакого особенного шлейфа или суперстойкости, хотя, кстати, мы тут делаем из самых стойких, он прям может сутки спокойно держаться. Там не будет. Но это, безусловно, аромат про внутреннюю силу, про активность, потому что дёготь там очень такой похожий на эти шивы в жопе. Прям реально. То есть это не то, что ты сидишь, покуриваешь трубку рядом с камином. Про это мой секрет димс. Вот если надо что-то такое, то секрет димс. А здесь вот это вот... Да, выпил виски и пошёл вперёд, значит, там, мочил его какое-то, рубил его хорошо, заел печенькой и прям счастливый. Один мой покупатель из Кембриджа говорил, что я, говорит, душу этим ароматом в холодные зимы свой феркот. Вот я ему написала, что у нас в России это называется шуба. Вот, и действительно, очень хорошо он, кстати, ведёт себя на меху и на кожаной одежде тоже. То есть вообще есть такой прикольный лайфхак. Если вы носите не только на коже, что вообще нормально, и носите не только на коже, но имейте в виду, что ткань может окраситься. То есть если вы какую-то такую ярко-красную рубашку надушите, надёгте, может быть, что-нибудь будет заметно, хотя я бы тоже не стала. А вот попшикать на какой-нибудь тёмный мех, даже искусственный, или на что-то чёрное, на тёмную шапку или на волосы – это вот прям прикольно. У вас будет аромат звучать намного дольше. Он будет по-другому немножко раскрываться. Более долго у него будет раскрытие, чем в случае с кожей, потому что кожа более тёплая. Если вы наносите аромат на что-то менее тёплое, то его профиль и время раскрытия будет немножко другим. И вот, соответственно, короче, рекомендую носить на какой-нибудь зимней одежде и радоваться такому вот всестороннему долгому раскрытию. Значит, из чего он сделан и что можно про него сказать из таких систематизирующих, системообразующих вещей. А, конечно, это смолистый ревесный аромат, если вот так говорить по-простому. То есть он о длиннокурнях, пасеках, дыме костров, ванили, вересковом мёде и хмеле. В нём есть горечь и сладость. Про хмель, кстати, я сказала не зря, потому что он действительно содержит СО2-экстракт хмеля. И это даёт ему, это тоже добавляет ему немножечко вот этой вот безбашенности, потому что хмель очень интересное растение в этом смысле. Там ещё есть касториум, попробую, я струя. Есть много всяких специй. Кардамон, корица. Что там есть ещё? Гвоздика есть или нет? Сейчас, подождите, щеконечку дайте, я уже порыгалочку, посмотрю. Нет-нет, о, зато там есть ирис. Из того, что там есть ещё, как бы, чего нет в пирамиде, но есть в составе. Есть, например, цветы. В нём есть абсолют жасмина, потому что я большой сторонник того, что в духах должны быть какие-то цветы. Они должны быть не потому, что мне не жалко потратить на это деньги, хотя да, мне не жалко потратить на это деньги ради вас, совершенно не жалко и ради себя, но и потому, что цветы дают аромату полнотелость и некоторую парфюмерность. То есть вы понимаете, что это не просто, вы накапали дегтярный шампунь, смешали с чем-то, с ветивером, и пошли, и ещё дёгтя, да, там, цветы обданному капнули. Вот, готовые духи. Нет, это так не работает. Это дешёвое решение, но это не даст нам ощущение полноценной, интересной, насыщенной истории и, как бы сказать, до того, что это всё-таки объект искусства. Я горжусь тем, что я делаю духи, которые вообще не продаются прямо в нормальных, реальных этих двух, но это не потому, что мне не предлагали, потому что просто мы по цене не сошлись, а в двух классных парфюмерных магазинах, рядом вообще с нормальными другими, да, там с том упорном они стоят, это духи, это не ароматерапия, потому что эта картина сложная, эта картина интересная, и даже если она сделана для небольшого количества людей, которые любят дёгать, она сделана так, что видно красоту, видно гармонию замысла, видно гармонию ингредиентов. Секунду скромности на этом канале завершена, и я вам расскажу, что ещё есть в мёде и дёгте. Ещё там, конечно, есть, ну, деревяшки разные, да, кедр, тот и другой, витивер, а ут, там есть ут в том числе, потому что нравится мне, как ут играет вместе с ванилью на этом поле. Несколько разных сандалов. Автор Каледонский и белый сандал тоже есть на дёй-дёгте, тоже ради того же самого, ради эффекта духов, то есть, что просто грязный горе свыше, и вы прямо вот им и пахнете, ну, это как-то, да, всё-таки не очень. А это такое кино про него. Ирис есть. Ну, и, конечно, пачули. Пачули, мира, бензоин. И вот это всё вместе создаёт историю мёда, дёгтя, шотландского горца, среднерусского бортника, пирата, который привозит ваниль и дегтярный шампун. И так далее. Вот такая история про мёда ёготь. И это, кажется, последний аромат из моей пистальной коллекции, который мне осталось обозреть. И вот я его обозрела. Для сильных духом, для любого сезона, для того, чтобы почувствовать, что у вас за спиной ваш медведь, который всегда за вас. Для тех, кто любит дёгать, можно сказать, что этот аромат мужественный. Наверное, может быть, можно. Но как бы, да? Я не делю ароматы на женские и мужские, потому что считаю, что каждый человек может носить тот аромат, который ему нравится. И если женщина хочет носить аромат с каким-то мужественным характером, ну, что ж, это её право. И, возможно, это поможет ей в какой-то ситуации, где нужно проявить собственные мужественные качества. А в жизни каждой женщины, скажем прямо, есть мало таких ситуаций. Для мужчин, само собой, тоже дверь всегда открыта. Мёд и дёготь из коллекции тёплых и окутывающих ароматов к вашим услугам. Ну, а теперь...